Здравствуйте, дорогие друзья! Это библейский портал Экзегет. Пятой книгой Моисеевой, пятой книгой Пятикнижия является книга Второзакония. В еврейской традиции эта книга называется по первому значимому слову, как и в другие книги Пятикнижия, называется она Деварим, то есть слова. Так начинается эта книга, сии суть слова. И вот первое значимое слово, Деварим, слова, и такое название носит эта книга в еврейской иудейской традиции. В греческой традиции эта книга называется Девторономион, второй закон. Это действительно не просто повторение закона, а не случайно эллинизированные иудеи Александрии назвали эту книгу Второй Закон. Мы называем эту книгу так же, как и греки, Второзакония. Если есть один закон, зачем, казалось бы, нужен Второй Закон? Оказывается, нужен церковная жизнь, церковная традиция в Ветхозаветном ее варианте. Она наделяла, сам Всевышний наделял общину верных авторитетом. И для древней письменности, не только библейской, но и для древней письменности вообще, важно не авторство, а именно авторитет. Авторитет. И вот наши отечественные филологи, такие как Аверинцев, Гаспаров, они в старину, еще в советские времена, как раз исследуя древние памятники человеческой письменности, они тоже приходили к выводу, что для древних важным был авторитет текста, а не его авторство. И вот авторитет Слова Божия, авторитет полученного и записанного общиной откровения Божьего Слова, он непререкаем, он абсолютен. Но и интерпретирующая это Слово община, она тоже наделена самим Богом, наделена самим Всевышним этим авторитетом. Община не только принимает и записывает Священное Слово, Слово Божие, она его хранит, она его повторяет, она его актуализирует и она его интерпретирует. Второзаконие — это интерпретация полученного на Синая Откровения. Вот смотрите, казалось бы, зачем во второзаконии вновь повторяется, например, диколог. Повторяются многие другие заповеди, постановления, уставы, в том числе самый главный законодательный текст — «Десять заповедей», диколог, десятословие. Почему второзаконие его повторяет? Причем не просто повторяет, а актуализирует и интерпретирует. У нас имеются в пятикнижии две версии диколога, две версии заповедей, десяти заповедей. Версия, содержащаяся в книге «Исход» или в книге «Шемот», так называется книга в еврейской традиции, или второй вариант этих «Десяти заповедей» — это книга «Второзаконие» или «Деварим», книга «Деварим», пятая книга пятикнижей. Вот во второй и в пятой книге пятикнижей мы находим доколог, мы находим десять божьих заповедей. Причем в книге «Исход» и в книге «Второзаконие» эти десять заповедей и там, и там приведены, но «Второзаконие» их не просто переписывает, не просто повторяет, а оно их несколько модифицирует. Вот я, к примеру, приведу заповедь о субботе, о покое. Как обосновывается необходимость исполнения этой заповеди в книге «Исход»? «Помни день субботний, чтобы светить его, ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил». То есть это день божественного покоя, Господь почил, перестал творить мир, в котором мы живем, перестал применять свою творческую силу и уже не творил ничего на седьмой день. Поэтому он этот день осветил. Так обосновывается необходимость исполнения этой заповеди, заповеди субботнего дня в книге «Исход». Как обосновывает это необходимость исполнения субботней заповеди книга «Второзаконие»? Иначе «Помни день субботний, свети этот день», — говорит «Второзаконие». Почему? «Потому что вы были рабами в земле египетской, потому что Господь освободил вас от иго рабства». Совсем другое обоснование. Иудеи, евреи должны были исполнять субботу по версии Второзакония не потому, что Господь почил и не творил на седьмой день, не творил этот мир, а потому что они были рабами в Египте и были из этого рабства освобождены, выпущены Богом на свободу. Суббота дает человеку освобождение, освобождение от рабства и служит напоминанием этого освобождения. Освобождение иудеев из египетского рабства — это, между прочим, еще и прообраз всеобщего человеческого освобождения в Боге через Христа. Это лишь один пример того, как Второзаконие перечитывает, реинтерпретирует и книгу «Исход», и вообще все другие части четверокнижия, то есть тех четырех книг, которые были до Второзакония. Следует заметить, что оно, это Второзаконие, книга Второзакония, она, эта книга, делает это особым образом. Многие тексты Второзакония следует прочитывать в пророческом ключе, в ключе пророческой традиции, традиции пророков, пророческого направления, общей ветхозаветной традиции. Совсем недавно на итальянском языке вышла посвященная книге Второзакония «Исследование». Его автор, монах Альберто Мелло, 30 лет жил и преподавал в Иерусалиме, в настоящее время он проживает у себя на родине, в Италии. Его книга «Рекорда и Камина» «Помни и иди», она переведена была совсем недавно, была мною переведена на русский язык, в русском варианте эти слова я предпочел поменять между собой и назвать ее «Иди и помни». Не «Помни и иди», а «Иди и помни». «Помни и иди» на русском языке не очень звучит. Есть в этой книге подзаголовок «Второзаконие. Пророческое прочтение». Что делает автор в своем комментарии, автор этой книги, монах Альберто Мелло, он эту книгу, книгу «Второзаконие», библейскую книгу, он ее истолковывает, истолковывает именно в ключе пророческой письменности, сквозь призму пророческих текстов. И в самом тексте «Второзаконие» он видит пророческое содержание и пытается его объяснить. Комментарий этот, он невелик. Он по объему не такой уж большой, сто с небольшим страниц. Но он богословски очень насыщен. Он насыщен богословски. И хотелось бы мне также отметить, что книга «Второзаконие» как таковая, имела очень большое влияние на последующую и пророческую, и письменную пророческую, и вообще традицию. Пророки влияли на автора или автора «Второзакония», «Второзаконие» влияло на поздних пророков и так далее. Было взаимовлияние. И в библейской науке, в библеистике принят термин «Второзаконическая» или «Дефтерономическая традиция». То есть та историография библейская, те исторические книги в Священном Писании, где отстаивается и проводится второзаконический взгляд на священную историю, на историю народа Божия. Книга Иисуса Новина, книги Царств, книга Иисуса Новина, книги Судей, четыре книги Царств, которые изначально, в изначальной традиции, это книга Самуила Шмуэля и книга Млахим, книга Царей. Вот эти книги, в них ярко выражена второзаконическая историография, дефтерономическая историография. Основная линия и основная, что ли, идея – это дарование Святой Земли и потеря Святой Земли. Народ израильский получил Святую Землю, Господь даровал эту Землю текущую молоком и медом, как обещал правоцам, и обусловил обладание этой Землей необходимостью исполнения Его Божьих восстановлений, Его Божьих заповедей. Если народ не будет слушаться Бога и наряду со Всевышним Богом, который вывел его из египетского рабства, будет почитать ложных суетных богов, Ваалов, Астарт и прочие разные божества финикийско-ханаанского пантеона, то тогда он лишится этой земли. Земля, оскверненная идолами, священная земля, земля Божья, Божья собственность, земля Израиля, если эта земля оскверняется идолами, то народ, который виновен в этом преступлении, в осквернении Святой Земли идолопоклонством, народ этот лишается Святой Земли. И действительно, Четвертая книга Царств заканчивается сначала историей того, как Северное Израильское Царство лишилось своей земли и было депортировано ассирийцами в пределы коренной Ассирии, а затем повествуется в конце о самом Четвертой книге Царств, или книге Млахим по иудейской традиции, о пленении иудейского народа, о разрушении Иерусалима, сожжении Навуходоносором храма и отведении остатков иудейского народа, знати прежде всего иудейской, в долгий 70-летний Вавилонский плен. От дарования Святой Земли, от захвата Иисусом новином Святой Земли, до потери Святой Земли, вот эти все века, они описываются с точки зрения второзакония. Второзаконие является как бы ключом для понимания вот этих исторических книг, этой второзаконической историографии. И без второзакония невозможно эти книги понять, невозможно понять смысл этих книг. Второзаконие явилось не только программой для реформ святого царя Иосии, централизировавшего культ в Иерусалиме и покончившего не только с одлопоклонством в Иудее, но и с культом на высотах. Но второзаконие является и программой для составления вот этого обширного полотна древней израильской истории, истории, предшествующей первому храму, истории первого храма и истории потери храма и Святой Земли. Есть в Священном Писании и другая историография, историография поздних пророков письменных, есть историография книг «Паралипоменон», книг «Хроник», совсем другой взгляд на израильскую историю. И таким образом есть целый плюрализм историографий. Но вернусь на шаг назад и скажу, что вообще библейская традиция, письменная библейская традиция, она не эксклюзивна, она инклюзивна. Что это значит? Священное Писание, содержащее в себе Слово Божие, оно хранится в общине верных в Ветхозаветной Церкви, впоследствии в Новозаветной Церкви, оно интерпретируется. И традиция инклюзивная, включающая в себя все, в том числе пласты, этапы составления новых книг, пласты, этапы их реинтерпретации и пласты, этапы редактирования уже имеющихся священных текстов, община обладает этим авторитетом. Она и автор, и авторитет в полном смысле слова. Не так уж важно, кто составил, кто написал книгу «Второзаконие», «Моисей» или авторы времен царя Иосии. Важно, что эта книга «Второзаконие» принята, включена в священную традицию, и она получила рецепцию церковной общины. Время и опыт ее чтения, интерпретации внутри общины доказали и обосновали ее каноничность, каноничность этой книги. В Новом Завете то же самое. Почему у нас четыре Евангелия, а не одно? Почему у нас разные генеалогии Христа? В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. Почему у нас даже разная молитва Господня? Ученики просят Христа научить их молиться. «Господи, научи нас молиться». И Господь дает им молитву, которую мы, по первым словам, привыкли называть молитвой «Отче наш». Текст молитвы «Отче наш» содержится и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки. Но эти тексты не совпадают. В Евангелии от Матфея один текст, в Евангелии от Луки другой. Так какими же словами Иисус научил молиться своих учеников? Вот на этом примере видна как раз инклюзивность письменной церковной традиции, канонической традиции, и плюрализм внутри Нового Завета. Разная экклезиология в Новом Завете. Если в посланиях Павла используется для обозначения общины последователей Иисуса термин «экклесия», «церковь», то, скажем, Петр сознательно избегает этого термина. У него присутствует для обозначения общины совсем другой термин в его посланиях. Какой термин? Братство. Разная экклезиология у Иоанна, у Павла, у Петра, у Якова даже не значит, что они описывают разную реальность разной церкви. Церковь одна, разная богословская интерпретация этой реальности. Разные аспекты библейского богословия присутствуют в одном едином канонизированном ранней церковью корпусе Нового Завета. Евангелие — это свидетельство очевидцев о событии Рождества, жизни, учения, чудес, смерти Христа и Его Божественного Воскресения. В книге второзакония, с одной стороны, и в первых четырех книгах Торы, первых четырех книгах, пяти книжек с другой, мы часто встречаемся с одними и теми же заповедями, но которые по-разному обосновываются, по-разному интерпретируются, по-разному излагаются. Единое русло священной традиции, традиций священных текстов, единое это русло, оно включает в себя разные потоки, разные ручьи, и эти потоки, эти ручьи, они вливаются в единое это русло, и вот у нас оказывается в руках единый текст Священного Писания. Он единый, поскольку автор его един, Дух Святой, вдохновивший и Моисея, и пророков, и автора книг Хроник, книги Хроник, и авторов новозаветных текстов. В нашей христианской церкви все книги Священного Писания Ветхого Завета и все книги Священного Писания Нового Завета составляют единый священный текст, единый священный текст, который мы называем Библия, книги. Несмотря на это, внимательный читатель священных текстов, внимательный читатель Библии увидит различия подходов, различия жанров, различия стилей и различия разных богословских взглядов, которые не противоречат друг другу, а дополняют друг друга в русле единой священной традиции, традиции собирания и интерпретации книг Священного Писания. Между разными книгами существует диалог, между разными книгами Священного Писания существует порой даже полемика. Если сравнить некоторые пророческие книги между собой, то часто один священный автор, один библейский пророк полемизирует, с другим библейским пророком содержится внутренняя, порой скрытая полемика и библеистика, занятия Священным Писанием, помогает нам увидеть всю эту красоту в многообразии священных текстов. Мне бы хотелось, чтобы эту книгу, книгу Альберто Мелло, «Иди и помни», второзаконие, пророческое прочтение, этот небольшой, но богословски насыщенный комментарий к одной из самых важных книг Священного Писания Ветхого Завета, книге второзакония, чтобы этот комментарий был прочитан зрителями портала «Экзегет». Но это не так просто, поскольку книга издана совсем небольшим тиражом в другой стране, а именно в Белоруссии, тиражом всего 99 экземпляров, издана она по печеньям ректора Минской Духовной Академии архимандрита Сергия Акимова. И поэтому широкому российскому читателю она, надав в данный момент перевод этой книги с итальянского языка, он, к сожалению, малодоступен. Но если в России и среди зрителей «Экзегета», и вообще в России найдется человек или найдутся люди, которые возгорятся и захотят эту книгу переиздать, то ни со стороны автора, брата Альберто, ни с моей стороны как переводчика, ни со стороны первого издателя, архимандрита Сергия Акимова, никаких возражений не будет, а будет лишь радостное приветствие такой инициативы. Книга Альберто Мелло «Иди и помни» поможет нам лучше понять и осмыслить книгу второзакония. Ее важность для нас, православных христиан, для нас чад Нового Завета, очевидна и ясна уже из того факта, что эта книга, книга второзакония, наряду с другими двумя, а именно книгу книгой Псалмов, то есть книгой Тегелим и книгой пророка Исаии являются самой цитируемой книгой Ветхого Завета, самой цитируемой книгой в Новом Завете. Эти три книги, Исаия, Псалмы и второзакония, самые цитируемые ветхозаветные книги в Священном Писании Нового Завета. Если авторы новозаветных книг придавали такое значение, и сам Христос часто ссылался на книгу второзакония, значит, она важна и для нас, для нас, для христиан. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Запись сделана для библейского портала Экзегет.